А в Алматы сегодня у здания районного управления внутренних дел протестовала пенсионерка. Раиса Дюсимбаева обвинила полицейских в халатности. Женщина недовольна тем, что не все обманувшие ее аферисты наказаны. Впрочем, немало претензий к работе стражей порядка накопилось и у общественников. Активисты общества молодых профессионалов заявили, что до следствия доходит лишь 20% преступлений, совершенных в республике. Роботы ничем не занимаются, только одни взяточники работают. Никаких действий не ведут они. История Раисы Дюсимбаевой началась три года назад, когда она, поверив в группе мошенников, захотела поучаствовать в программе «Доступное жилье». Пенсионерка передала маклером, представившимся посредниками, 18 тысяч долларов, но заветную квартиру так и не увидела. Обманутая алматинка обратилась в полицию и стражи порядка вышли на след махинаторов. Но в итоге перед судом пристал всего один человек. Сама потерпевшая расценила это как халатность со стороны стражи порядка. Сейчас в данное время я живу на квартире. Одна бабушка, тоже пострадавшая, от нее получила стресс и померла. А я получила стресс, рак молочной железы. Но здесь я хочу довести до того, что все госструктура только работает на взятки в полицию. Всего через несколько минут после начала одиночного пикета здание полицейского управления было отцеплено. Однако поняв, что пенсионерка протестует одна, стражи порядка поспешили ретироваться. В итоге жертву мошенников согласился принять сам начальник УВД, а в пресс-службе выразили недоумение. Почему женщина предъявляет претензии полицейским? Ведь суд уже состоялся. В декабре 2015 года по решению суда Медоевского района гражданка Нукманова была осуждена к трем годам лишения свободы за совершенное преступление. Между тем, также заметим, что следствием не было установлено участие других третьих лиц в данных преступлениях. Тем более, что сама гражданка Нукманова полностью признала свою вину и ее причастность к совершенному преступлению была доказана. Между тем, по словам общественников, случай Раисы Дюсимбаевой является показательным. Объединение общества молодых профессионалов выступило с рядом обвинений в адрес сотрудников правоохранительных органов. По их словам, казахстанские стражи порядка слишком часто грешат халатным отношением к своим служебным обязанностям. Около 20% дел всего доходят до следствия. Остальным людям отказывают, либо они не подают по каким-то причинам, недоверия к полиции. Из 20 дел всего 13% доходят до суда. То есть это очень маленький процент, учитывая уровень преступности за эти годы выросла, несмотря на статистику. Справедливости ради стоит отметить, что данные, приведенные общественниками, не подкреплены конкретным источникам. Что касается официальных цифр, приведенных Комитетом правовой статистики Генеральной прокуратуры, то в 2014 году было зарегистрировано больше 340 тысяч преступлений, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 5,2%. В целом по республике на 10 тысяч жителей приходится 198 зарегистрированных преступлений.